Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет. И сегодня вспомним и молитвенно обратимся к нашей заступнице небесной, Пресвятой Пречистой Богородице, и вспомним ее Владимирскую икону. Вот как в Ветхом Завете ковчег Завета был украшен херувимами, то есть высшими небесными силами, которые с крыльями изображались, да, вот эти высшие ангельские силы. Именно там, посреди вот этих священных изображений, являлась слава Божия, да, и когда построили храм Соломонов, вот единственный в мире храм, то и он был украшен ангельскими силами, потому что ангелы присутствовали во всей его священной истории, там, где действовал Божий промысел. И посреди вот этих ангелов тоже являлась благодать и слава Божия, так и в Новом Завете, тем более в Новом Завете, когда Господь сам воплотился, принял реальный, не просто облик, а он принял реальное человеческое естество, он стал видим, зрим человеческими очами, потому изобразим, то вот наша святыня, это в том числе образ Пречистой Девы Богородицы, потому что кого мы любим, того мы, изображение мы любим, и глядя на образ, мы вспоминаем того, кто изображен на нем. И вот слава Божия, она является посредством икон и образов святых, в том числе посредством образа Пречистой Девы Богородицы. И Владимирская икона, на самом деле, это ведь самая древняя, самая ранняя из икон Пречистой Богородицы на Руси. И можно по праву сказать, что Владимирская икона, в каком-то смысле, это вот такой вот духовный символ православной Руси, главная святыня российского народа, святыня, которая прошла вот сквозь всю нашу историю, и вплоть до последних времен, когда вот какие-то опасности, какие-то очень сложные исторические обстоятельства при ней молились. Вот вспомним хотя бы 1993 год, когда осенью вот это вот гражданское противостояние, да, и помните, расстрел Белого дома, разгон от парламента, Верховного Совета, депутатов, и святейший патриарх Алексей II, он пытался вот противоборствующие стороны примирить, он приглашал их, да, и он вот по его просьбе Владимирская икона, ее на один день отдали из Третьяковской галереи, служил самолебен, и патриарх Алексей II усиленно молился при Святой Богородице, перед Владимирской иконой о умиротворении ситуации. В общем-то, может быть, по этим молитвам как раз удалось избежать крупной гражданской войны, хотя мы знаем, что противостояние, оно достигало такого невероятного предела. И, в общем-то, испокон веков люди понимали, что Владимирская икона, она покровительница русского народа, и постоянно вот крестные ходы, а когда праздники в честь Владимирской иконы Божьей Матери, да и вообще в честь любой иконы Божьей Матери, праздники, то храмы постоянно собирались люди, и, к великому сожалению, сейчас вот это как-то начинает так вот оскудевать, то есть люди стали более прохладны. Ну да, вот они знают, там вот Владимирская, там вот Казанская, вот Боголюбская икона, и единицы уже идут в храм, то есть в каком-то смысле мы забываем про материнскую заботу Пресвятой Богородицы, ее сострадание нам и многие чудеса, которые она совершила, а ведь именно Владимирская икона, она нас объединяет, и через нее, может быть, Господь и сейчас может тоже всех спасти, ведь эта икона, она прибыла к нам из Византии, да, ну то есть как некое благословение византийского христианского царства, да, она вначале была под Киевом, потом она переводится во Владимир, и затем вот в Москву, как главная святыня города Москвы, то есть что получается, что вот Киев, Москва и Владимирская икона – это единая святыня единого народа. Если мы не будем это вспоминать, то всякие там внешние силы будут разделять нас, а через Владимирскую икону вот Господь, может быть, пытается нас все-таки вот еще как-то сохранить, объединить, чтобы никакие внешние силы не усиливали те раздоры, да и в древнее время этих княжеских раздоров было предостаточно, тогда как Господь, конечно же, всех призывает к единству. И вот вспомним, что, ну чисто вот если брать летописи, то первые сведения у нас когда? Это, конечно же, от времен князя Андрея Боголюбского, и вот мы узнаем, что, ну даже там чуть пораньше, прежде чем он стал князем, что в 1130 году эта икона привозится из Византии, причем, вероятно, привозит ее киевский митрополит Михаил, который вот только-только был посвящен. Он еще вот одну икону Божией Матери привез, то есть там две было, и вот именно Владимирская, как она потом получила название, и вот она была поставлена в Ижгороде, недалеко от Киева, в женском Богородичном монастыре, и стала, конечно же, сразу таким главным украшением, главной святыней. Потом что получается? Что великим князем становится Юрий Долгорукий, а сыну своему Андрею Боголюбскому он как раз выделяет в удел Выжгород. Но с точки зрения такой вот государственно-политической, конечно же, Выжгород был очень незначительный городок, и князь Андрей, который был проникнут, конечно, вот такими христианскими православными идеалами, он хотел создать вот свое такое мощное именно христианское государство. Он задумал переправиться в Ростово-Суздальские места, и он берет с собой как главное благословение именно Владимирскую икону. Ему даже вот советовали священники, которые рядом с ним были, что вот ты возьми главную икону, ну, сохранились такие как бы вот предания, что ты возьми главную икону из храма, вот вместе с ней отправляйся, а как я узнаю, говорит, ну, а ты когда зайдешь в собор, то ты сразу же поймешь, что это вот и есть главная святыня, главная икона этого храма, потому что действительно, когда мы смотрим на образ Владимирской Божьей Матери, то это просто вот непередаваемое впечатление, и вот эта встреча наших глаз с глазами Пресвятой Богородицы, оно сопровождается просто вот особыми совершенно чувствами, и сострадающий взгляд Пресвятой Богородицы, ее такое вот сочувствие нам, да, и в том числе некий вот скорбь, в том числе о наших каких-то вот ошибках, о наших грехах, и причем образ Владимирской Божьей Матери, он такой, что когда вот мы смотрим на икону, то где бы мы ни находились, какого бы места ни посмотрели, то получается так, что Пресвятая Богородица своими глазами всегда устремлена к нам, то есть мы не можем скрыться от ее лика, мы в духовном смысле обнажены, и она видит, конечно же, всю нашу внутреннюю суть, всю нашу нутро, но зато мы можем от самого сердца и обратиться к ней, и помолиться. И вот князь Андрей, когда он зашел в храм, то, конечно же, он видит именно Владимирскую икону, ну тогда она еще так не называлась, и он понимает и отправляется с этой иконой в путь, и иконы везут впереди всего вот этого княжеского шествия, да, уже они достигают Ростова-Суздальских земель, причем хотели ехать в город Ростов, думали там вот основать центр, но недалеко от города Владимира, примерно в десяти верстах, лошади, которые везли вот икону, остановились, вот и все, не двигаются дальше, ну что тут делать? Тогда сменили на новые лошади, не трогаются опять. Ну люди всегда, конечно, кто-то суеверно, кто-то нет, но обращали внимание на эти вот чисто внешние знаки и решили сделать остановку. А когда князь Андрей, он погрузился в сон, то он увидел саму Пресвятую Богородицу, которая говорит, что вот ее воля заключается в том, чтобы остановиться именно здесь. И поэтому решили уже не в Ростов, а во Владимире. А само это место остановки стало княжеской резиденцией, там поставили, построили селение под названием Боголюбова, украшенное прекрасными храмами, вот это княжеское такое селение. Кстати, сам князь Андрей, он прославлен в лике святых, и икону Божьей Матери он всегда вот брал с собой. А вот да, именно ради нее он строит Успенский собор во Владимире. Вот тот прекрасный Успенский собор в городе Владимире, который впоследствии украшал своими фресками Андрей Рублев. И вот там хранилась икона Пресвятой Богородицы. Когда он отправлялся на войну с волжскими булгарами, он брал с собой именно Владимирскую икону. И перед битвой князь Андрей молится перед Владимирской иконой и произносит «Всяк уповая на тебя, да не погибнет». И когда действительно наше войско одержало победу, ну вот хотим мы того или нет, все-таки правители, князья, они поставлены на то, чтобы защищать свое отечество, даже решать какие-то геополитические вопросы. И Русь укреплялась за счет того, что, конечно же, ослабевали там какие-то вражеские иноплеменные народы. Зато христианское государство развивало и несло дальше проповедь христианской веры. И вот в честь победы князь Андрей, он строит храм в честь Покрова Божьей Матери. Это знаменитый, прекрасный храм Покрова на Нерле, который своими пропорциями, своей красотой поражает, ну просто вот весь мир. Да, один из самых изящных, уникальных по красоте храмов на нашей земле. И князь Андрей, он очень много на самом деле, и способствовал почитанию праздника Покрова Божьей Матери. То есть, он действительно был боголюбский, согласно своему наименованию, любил Господа, любил иконы его при чистой матери. И вот, кстати, когда он был убит, то есть, смерть в каком-то смысле, ну не то чтобы мученическая, но смерть страстотерпца, как мы говорим, да, невинно принятых страданий. Потом вроде бы начались тоже разорения, но один из священников, он взял икону Владимирскую, пошел крестным ходом, и эти грабежи прекратились. Потом с этой же иконы встречали тело святого князя Андрея Боголюбского. И она, и множество чудес, кстати, было. И вот если посмотреть летописи того времени, то там мы видим такую интересную немножко особенность, что была, возникла традиция, что икону иногда поливали водой, да, и эту воду давали пить больным, или окропляли, или омывали кого-то. И вода от соприкосновения со святым образом освещалась, и многие действительно исцелялись. Ну и проходит время, значит, вот монголы-татары, идут 1238 год, вот к великому сожалению, Владимир Павл, да, и те, кто затворились в Успенском соборе, они, к сожалению, не могли выстоять вот этого натиска. Но сама икона, она сохранилась. Вот тоже такая особенность, что монголы-татары часто грабили и срывали дорогие оклады. Вот люди жертвовали оклады на икону. Дорогие оклады они срывали, но саму икону не трогали. И есть такое даже предание, что сам хан Баты, зайдя в Успенский собор во Владимире, он долго смотрел на лик Пречистой Девы на Владимирской иконе, и вот не выдержав взгляда, вышел из храма. Ну, как бы там ни было, Владимирская икона божьим промыслом сохранялась. И потом, конечно же, как вы знаете, это нашествие Тамерлана, 1395 год. Ну, сейчас как, ну что там, Тамерлан, мало ли там их ходило. Ну да, ну был такой. А дело в том, что, понимаете, вот России просто после этого могло не быть. Потому что уже к этому времени Русь была достаточно ослаблена. Вот у нас слишком поверхностное знание истории, и мы что обычно думаем? Ну вот там была Куликовская битва, мы победили. Такие вот молодцы, значит, вперед там освобождаем. На самом деле не все так просто. То есть вот Куликовская битва, да, здесь показали некую свою силу, то, что мы можем противостоять монголо-татарам, но эта битва, она не могла полностью освободить русскую землю от иго иноземного. И буквально через два года уже не Мамай, Мамай был разгромлен, значит, а Тахтамыш. Он приходит, и оказывается, воинов-то и не осталось после 1380 года, и защищать некому. И Москва была разорена. И вот сражение, вначале Куликовская, да, потом разорение Москвы 1382 года, и еще не удалось набраться сил, окрепнуть. И вот в 1395 году уже сын князя Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич, великий князь московский, он, конечно же, идет вперед к войску, но все понимают, что дело безысходное. А Тамерлан это был самый крупный завоеватель, может быть, даже вот за всю историю. И он не проиграл ни одного сражения. И он отличался просто вот изощренной жестокостью. То есть, когда, допустим, он отправлялся в индийский поход, Тамерлан, то он уничтожил 100 тысяч пленников, 100 тысяч пленников, только потому, что, ну, не хотелось кормить этих пленных. Он там вот сравнивал просто вот города там с землей, да, и именно он, именно он выстраивал горы, такие пирамиды из человеческих черепов. Вот как можно увидеть на картине Верещагина, картина называется «Апофеоз войны», там вот это, тоже пирамиды из человеческих черепов. На самом деле вот так поступал именно Тамерлан. Причем он там вот с глиной, как бы, чтобы, как некий каркас, чтобы подольше держались эти пирамиды, и они просто вот ужасали всех, кто видел. Один город, который, ну, оказывал сопротивление, Алеппо город, и там Тамерлан пообещал им, что не будет проливать их крови. Ну и действительно, когда город завоевали, он решил сдержать обещание не пролить крови, а их просто всех закопали живыми. Вот, и таких случаев было много. Особенно жесток он был к христианам, и рассказывается про хор, христианский хор маленьких детей, ну, дети вот, в церковного хора они пели, и вот как-то дали ему послушать, и так как ему не понравилось это пение, он приказал умертвить всех этих детишек. Да, и вот так вот, такая жестокость, она была просто запредельная, и когда он шел на Русь, то было понятно, ну, представьте, вот там сто тысяч он уничтожил, там, то есть от Руси могло просто ничего не остаться. И поэтому, хоть сын Дмитрия Донского выдвинулся вперед, но не на силы можно было рассчитывать, и тогда-то вот решили перенести Владимирскую икону в город Москву, да, и молились, и все время молились, ожидали, пока она шла, люди каялись, вот с плачем обращались к Пресвятой Богородице, примерно вот 10 дней шло это шествие, и в Москву икона прибывает уже 26 августа, это по церковному юлианскому календарю, и происходит что-то невообразимое. Тамерлан вдруг разворачивается и уходит назад, а до этого уже город Елец взял, все понятно, что всем, в общем-то, конец будет. Вдруг разворачивается и уходит. И все в полном недоумении. Историки тоже не, ну, пытаются там как-то, ну, вот, наверное, там где-то восстания пошли, да, Тамерлан везде бы успел справиться. Просто когда люди молятся, то начинаются вроде бы такие вот совпадения, но благие совпадения. Когда чудом избежал смерти, да, там, чудом спасся, там, не попал в какую-то беду. А вот когда люди не молятся, то тоже происходит совпадение, но уже другого характера. Когда-то вот эти несчастные случаи, вдруг там погиб, вроде не должен был погибать, там, и так далее. Очень много играет вот наша молитва, когда мы особенно молимся Пресвятой Богородице, и она как сострадающей роду человеческому откликается. Так вот именно в этот день, когда встретили и молились в Москве, а поймите, что это была встреча, ну, скажем так, не триумфально торжественная какая-то, когда с помпезностью там встречают, а именно покаянно-молитвенная, вот как самой Пресвятой Богородице люди молились. И тогда все. И потом стали поступать такие сведения. Оказывается, Тамерлану был сон, и он сразу созвал своих советников, стал им рассказывать, как он, значит, видит высокую гору, с горы спускаются, ну, как оказалось, святители московские с золотыми жезлами, и потом, значит, вот Божья Матерь в сопровождении ангелов с огненными мечами. И Пресвятая Богородица строго запрещает ему захватывать и разорять русскую землю. И этот сон так встревожил Тамерлана, что он, значит, вот расспрашивает, кто это, а там, видимо, были, ну, люди знающие, они говорят, что это Матерь Христианского Бога. И вот после этого он разворачивается и уходит. То есть, вот это действительно было событие спасения и в каком-то смысле победы, но победы без кровопролития, духовные победы, когда смогли одолеть врага исключительно за счет такой усиленной покаянной молитвы Пресвятой Богородицы. И на месте встречи, по-славянски Сретине, встречи Владимирской иконы, в Москве возникает Сретенский монастырь и праздник этот, как мы сказали, 26 августа по церковному календарю или 8 сентября, вот по гражданскому стилю, а потом новые события 1480 года, знаменитое стояние на Угре, ну, обычно мы хотим видеть какие-то победы такие в сражениях, иногда одно стояние может уже спасти, это было окончание полностью от монголо-татарского ига, когда хан Ахмад с огромным войском идет, а почему идет? Потому что перестали дань платить большой орде, и вот он подступает, а наши войска, они со стороны, вот с противоположной стороны, то есть, ну, с нашей стороны, к Угре, да, и по обе стороны реки получается соприкосновение огромных войск, и в Москве все молятся перед иконой Владимирской Божьей Матери, и, конечно, монголо-татары, вот они, ордынцы, пытаются тут-там-то здесь вот найти какие-то броды, переправы, местами небольшие стычки происходили вооруженные, но им так и не удалось переправиться, а потом все-таки вот наш великий князь, Иван Третий, он решил отвезти войска, а хан Ахмад, он испугался, он подумал, что это какой-то такой маневр, что мы пытаемся как бы заманить их, и не решается переступить, и, в общем, уходит. И люди тоже видели, что удалось избежать крупного кровопролития и отстоять пределы, и, в общем-то, пределы Родины, и, в общем-то, это было ведь окончание Золотой Орды, уже зависимости от Золотой Орды, да, тоже возникает праздник в честь Владимирской иконы Божьей Матери 23-го по церковному календарю июня или 6-го июля уже по нынешнему гражданскому стилю. И вот икона, она уже неразлучна, она пребывает в Москве, в Успенском соборе, и постоянно вот крестные ходы с ней, да, как главной святыней, потом, когда уже вот у нас цари, да, и там митрополитов или патриархов, то избирая, то когда крестные ходы, то впереди именно Владимирская икона Божьей Матери, как икона державной. Кстати, впоследствии Иван Грозный, мало кто знает, Иван Грозный писал богослужебные стихиры, песнопения, да, молитвословия, то есть не надо думать, что уж прямо он там был злодей-призлодей такой, не во всем он был злодей, часто он каялся, да потом ведь его отравили, как показывают останки, исследования останков, там завышенное содержание ртути, это могло, конечно, на психику влиять, и вот эта вот его неадекватность в чем-то, а это могло быть уже проявлением неких психических действий, вот этих веществ ядовитых. Ну, не будем мы это обсуждать, но скажем только, что даже он, даже он написал церковные песнопения в честь одного из праздников Владимирской иконы Божьей Матери, да, ну, а еще до Ивана Грозного в 1521 году уже Мехмед Гирей, тоже вот хан, он с несметными полчищами идет, а этому что предшествовало? То, что одна инокиня из московского вознесенского монастыря, таковой был на территории Кремля, она вдруг видит видение сквозь закрытые врата Успенского собора святители московские Петр Алексий выносят Владимирскую икону Божьей Матери, то есть как бы уносят и дальше к выходу Кремля через там Спасские ворота, ну и получается так, что город Москва остается без своей заступницы, без защитницы, но у Спасских ворот встречает их два известных святых, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Воролам Хутенский. А я тут хочу напомнить, что относительно недавно смогли обнаружить на Спасской башне, там вот ниша была, и там обнаружили как раз за слоем штукатурки образ Спасителя, который издревле там был, и вот перед этим образом Спасса как раз на коленях молится преподобный Сергий Радонежский, преподобный Воролам Хутенский. То есть два таких вот древнерусских молитвенника, как два духовных столпа, Русской Церкви. И вот именно они в этом видении встречают образ причистой девы, калина преклонно молится, и Пресвятая Богородица благоволила вернуться, и вот преподобный Сергий, преподобный Воролам возвращает обратно Владимирскую икону Божьей Матери. И вот это все предшествовало таким вот, ну вот этим скорбным, горестным событиям, когда Мехмед Гирей со своим войском вдруг пошел, да, все стали молиться и молились именно перед Владимирской иконой Божьей Матери. И потом отступает войско вражеское. И тоже вот этот праздник, в общем, считали, что это помощь и заступничество Пречистой Богородицы Девы 21 мая по церковному календарю, или 3 июня по нынешнему гражданскому стилю. То есть во всех вот таких событиях, когда какая-то вот опасность, кстати, впоследствии Бородинское сражение в 1812 году, оно началось как раз тогда еще тоже, старый стиль был, 26 августа, в день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери, и все воины, они прекрасно понимали, что вот этот день Пресвятой Богородицы, и значит, она не посрамит. И, в общем-то, то сражение, оно для нас имело огромную роль, потому что Наполеон не смог, не смог разгромить наши войска. И на протяжении всей истории постоянно молились Пресвятой Богородицы пред Владимирским ее образом. Перед этой иконой венчались наши цари на царстве, избирались патриархи, до этого митрополиты, причем бывало так, что иногда по жребию выбирали, и тогда вот жребий, вот эти записочки, клали в оклад, который покрывал икону, и доставали вот оттуда один из жребьев, и так определяли, кому быть избранным. Ну, мы знаем, что особенно вот такое жребие, он сыграл свою роль на Поместном соборе 1917-18 годов, когда уже, конечно, революция, бурлили все вот эти такие огненно-кровавые процессы, и решили избрать предстоятели Русской Церкви, и в особый ковчег перед Владимирской иконы поместили имена трех кандидатов на патриаршество, там был, значит, Харьковский Антоний Храповицкий, архиепископ Антоний, архиепископ Арсений Стадницкий, новгородский, и митрополит московский Тихон Белавин, причем Тихон Белавин, он же прославлен, потом оказался, в лике святых, да, и он набирал голосов меньше всего из троих избранных претендентов, но по жребию именно перед Владимирской иконой Божьей Матери, после вот литургии, после особого молебна, когда тоже подходит святой старец, святой старец Алексий, сам он был уже слеп к этому времени, из-за Симовой пустыни, и вот он тоже молится при святой Богородице, и вынимает жребие, оказалось, что это митрополит Тихон Белавин, митрополит московский. Это, конечно, Божий был избранен и воля при святой Богородице, а сам святитель Тихон, именно он затем благословляет реставрацию Владимирской иконы. И вот тут, братья и сестры, хочу сказать, что, конечно, иногда вот мы, ну, вот у нас бывает там вот почитание, да, и все такое, но иной раз вот мы как бы боимся даже прикоснуться некоторые не пытаются вовремя заботиться о иконах, чтобы ремонтировать их как-то, да, устранять все вот это, обветшалось чисто внешнюю, и из-за этого получается такое небрежение о иконе, потому что считалось, что Владимирская икона это вот такая вот святыня, что даже прикасаться нельзя, и когда была коронация Николая II, то вот городоначальник Москвы великий князь Сергей Александрович, он тайно, секретно проводил первую такую небольшую реставрацию Владимирской иконы, это знали только вот там священники Успенского собора, ну и все, потому что считал, что вот как они там смеют прикоснуться, а когда революция состоялась, да, и икону там вот в музее, и реставраторы решили посмотреть, оказалось, что она просто вот на грани исчезновения, потому что краска готова была уже там вся отвалиться, в общем, все разваливалось, рушилось, и как это ни странно, вот благодаря вот этим реставраторам, ну, они были люди верующие, и по благословению именно святителя патриарха Тихона стали проводить реставрационные работы и обнаружили, оказывается, пять раз пытались там в течение каких-то веков поновлять, и уже записывали первые образы, но каким-то чудом изначально изображение сохранилось, и это вот именно лики Божьей Матери и Богомладенца, то есть самое главное на иконе, вот оно сохранилось в неповрежденном виде, удалось вот небольшие там реставрации провести, ну, касательно ликов, и мы видим этот чудный образ, который поражает взгляд всех, да, ну, тут сразу скажу вам, что, конечно, чисто научно нам трудно обосновать вот то сохранившееся в некотором предании представление, что Владимирская икона, вот она написана непосредственно евангелистом Лукой, да вот, к тому же на доске от стола, за которым вкушало трапезу Святое Семейство. Такие, есть такие, конечно, древние, ну, как, относительно древние повествования, но они восходят всего лишь к 15 веку, и некоторые ученые говорят, что на самом деле это Владимирская икона, это список со списков, да, от тех икон Божьей Матери, которые непосредственно восходят к первому веку, ну, так или иначе, мы не будем углубляться в этот вопрос, потому что для нас он в каком-то смысле таинственен, самое главное, что именно через эту икону, как, впрочем, и через многие другие Пресвятая Богородица, она неоднократно подавала помощь православным христианам, это именно ее образ, это именно святыня, в которой почивает благодать Пресвятой Богородицы, и потому обращение через этот образ к самой Пресвятой Деве, оно сопровождается многочисленными чудесами, и вот уже при князе Андрея Боголюбском, при том самом князе, который перевозит во Владимир из-под Киева икону, уже было составлено первое описание, и там десять чудес, ну, например, что, это вот как раз при князе Андрея Боголюбском, что, когда они еще только везут из Выжгорода, да, и проводник идет, ищет брод, и вот он проваливается в воду, и начинает тонуть, и князь Андрей тот же кидается к Владимирской иконе, она же во главе всей процессии, молится, и чудесным образом проводник этот спасается, потом еще одно чудо, как жена священника Николая или Миколы, которая была беременна, ну, написано так, что она спасается от взбесившегося коня, то есть мы не совсем представляем, что там была за ситуация, но бывает так, что конь может понести, там, или, в общем, не пойми чего, и она спасается, да, а у самого князя Андрея супруга тяжело рожала, вот, в общем, беременность проходила тяжело, и когда роды, то, ну, она могла просто умереть, и тогда вот этой водой от иконы Владимирской, как я говорил, что бывало, омывали икону, и этой водой окропляли, омывали больных или давали пить, вот ей дали попить, омыли ее, и она чудесно разрешается, рождает ребеночка благополучно, ну, и много чудес таких, в том числе, когда золотые ворота во Владимире, там, башня, башня на вратах, она вдруг обваливается, а в то время там находились люди, сколько там, 10 или 12 человек, и князь, когда узнает, тут же спешит тоже, вот молится Божьей Матери перед Владимирской иконой, и потом, когда разбирают, то завал этот находит всех людей живыми, конечно, для князя это было огромным чудом, и для всех других людей, и известия об этом распространялись, поэтому люди всегда спешили именно к этой иконе. Повторим, что она сопровождает вот Россию на протяжении всей истории, и во время самых горстных обстоятельств перед ней молятся, и Божья Матерь помогает. Ну, еще немножко, вот, может быть, добавлю таких чисто вот небольших интересных сведений. Да, ну да, конечно, знаете, что икону поместили в Третьяковскую галерею, вот когда патриарх Алексей Второй молился в 93-м году, то дали только на один день, а потом в 99-м году, и теперь она уже находится в храме святителя Николая в Толмачах, да, при Третьяковской галерее, поэтому можно прийти, помолиться, но там икона, она в особом таком ковчеге, где поддерживаются температурные режимы, и поэтому она не пострадает от внешних воздействий. Так вот, проводились разные исследования, да, на оборотной стороне иконы оказалось там, что мы видим, там мы видим изображение креста, Христова, восьмиконечный крест и престол уготованный с орудиями страдания, то есть там еще крест, там трость, вот на которой губка, на самом престоле четыре гвоздя, там Евангелие, на Евангелии голубь, символ Святого Духа, и вот это как бы напоминание страданий Спасителя, а также того престола, на котором Спаситель будет впоследствии судить всех людей. Так вот, само вот это изображение креста Христова, оно как бы указывает на то, что Спаситель за всех нас пролил свою кровь, и вот Божья Матерь, которая немножко так вот с грустью, с печалью смотрит с образа Владимирской иконы, может быть, как раз вот тут отражается то, что она предведает, как сын ее пострадает за грехи всех людей, ведь сказано было ей Симеоном Богоприимцем, и тебе самой оружие пройдет душу, то есть, когда увидишь страдания своего сына, то сердце твое будет как будто пронзено острым мечом, и зато Пресвятая Богородица, она видит нас и понимает, что вот как сама она страдала, переживая за своего сына при кресте, вот так, когда мы переживаем за наших родных, близких, за тех, кто оказался в опасности, она все это видит, чувствует и на молитву нашу откликается, и вот этот тип изображения иконы, Елеуса по-гречески означает милующее, сочувствующее, сострадающее, ну, еще такая интересная вещь, что оказывается, вот это изображение на другой стороне иконы, это сначала 15 век, а до этого что было? Оказывается, оклады, оклады, их, ну, уж не знаю, почему так, но, видимо, по простоте душевной, люди приколачивали прямо вот к самой доске, к образу, и маленькими гвоздиками, и по контурам этих отметок от гвоздей оказалось, что там было на оборотной стороне Владимирской иконы было изображение святителя Николая Чудотворца, как тоже такого покровителя, очень доброго, любвеобильного пастыря, к которому русские люди особенно вот любят обращаться в молитвах, и сама Владимирская икона Божьей Матери, она была иконой для крестных ходов, то есть на особом шесте располагалась, как это смогли определить, да, и вот когда ходили крестными ходами, то получалось, что с одной стороны образ Владимирской иконы Божьей Матери, а с другой стороны образ святителя Николая Чудотворца, то есть пустого места на этой иконе не было. Ну, вот такие интересные сведения. Для нас самое главное, что это, конечно, молиться при Святой Богородице, не забывать, что на небесах нас видят, любят, слышать, и что сами иконы нам даны для того, чтобы мы не забыли про небесный мир, про то, что у нас есть небесная заступница, Пресвятая Богородица, и что мы можем и призваны, в общем-то, обращаться к ней в наших молитвах, да, то есть надо понять, что мы не одиноки, не одиноки. в духовном мире нас очень-очень любят, и, конечно же, огорчаются, когда мы поступаем безбожным образом, поэтому постараемся исправлять нашу жизнь, зная, что мы находимся предочами, не только предочами, всевидящими очами Божьими, но в духовном мире нас видит и Пресвятая Богородица, видят нас и святые угодники Божии. Так что помолимся Пресвятой Деве известными нами, самыми простыми словами, которые мы можем повторять, ну, буквально всегда. Пресвятая Владычица наша, Богородица, Царица Небесная, спаси нас грешных. Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok